Российский МИД обвинил ООН в манипуляции при сообщении о зерновой сделке. В ведомстве считают, что организация выборочно сделала акцент на правильных гуманитарных цифрах, а также настаивают, что по зерновому коридору в бедные страны идет лишь 3% продукции. Российский МИД обвинил ООН в манипуляции при сообщении о зерновой сделке. По мнению ведомства, организация опубликовала отчеты о текущих результатах зерновой сделки и показала там, цитата, «правильные гуманитарные цифры». В частности, как считает российский МИД, зерновой коридор в основном используется Украиной для доставки грузов не в нуждающиеся страны, а в Евросоюз и Великобританию. Туда идет 47% всего зерна, тогда как в бедные страны отправляют 3% продукции. Могут ли эти претензии привести к расторжению сделки, комментирует доцент ГИМО, политолог, директор Центра Европейской информации Николай Топорнин. Там очень много таких, скажем так, технических мереканий есть. И у российской стороны, конечно, они есть, и украинской, и у ООН. Они, конечно же, обоснованы, потому что, в принципе, все подтверждают свою критику соответствующими фактами. Ну, другой вопрос, как все это урегулировать, не только чтобы на бумаге оставалось, но и в жизни все это дело притворялось. Ну, вот эта проблема, потому что напирается все вот в эти взаимоотношения между Россией и Украиной на сегодняшний момент, тут вообще никакого доверия нет. А, с другой стороны, когда говорят вот о том, что украинское зерно идет там не туда, куда оно должно было идти, они же не поставляют зерно бесплатно. Понятно, что они его продают, хотят пить деньги, но они, конечно, цепляются за любую возможность на экспортных операциях, где можно заработать. Почему они даже там поставляют страны Африки и Азии бесплатно это зерно? Этим должна заниматься организация уменных наций, пусть она покупает зерно у нас, у Украины, у кого угодно, и уже в рамках своей компетенции оказывает помощь нуждающимся странам Африки. Не так это видится, какие-то претензии предъявлять к нам или к Украине, это все-таки коммерческие сделки. Об этом речь шла, никто не говорил, что через этот зерновой коридор там все зерно будет бесплатно поставляться. Да, там они оперировали своей риторикой, что вот мы имеем контракты с Офиопией, Терейс, Суданом и с другими наиболее бедными странами, которые нуждаются в поставках. Это так оно и есть. Но все равно же не все же зерно идет в Африку, да, и большая часть зерна действительно выкупается достаточно обеспеченными странами Евросоюза, которые либо используют у себя для своих нужд, ну, либо там часть зерна отправляют уже по вот этим гуманитарным коридорам в те же самые нуждающиеся страны. Ну вот есть почва, откровенно говоря, есть почва для вот этих вот взаимных претензий. Ну вот мне кажется, что как-то избежать этого сложно, да, потому что такие отношения между Россией и Украиной, это кроегольный момент, да, вот в рамках этой зерновой сделки. Вот из этого все и как следствие вытекает. Все-таки она продолжает работать, зерно поставляется, там изобрение наше поставляется худо-бедно. Альтернативы-то нет, поэтому нужно исходить из того, что есть. Зерновая сделка есть, она была пролонгирована еще на полгода, да, то есть до лета. Она будет, и надо сделать все, чтобы эта сделка продолжала работать так, как, во всяком случае, это было запланировано при ее подписании. Политолог Николай Топарнин ранее Минсельхоз Турции сообщил, что из всего объема, вывезенной в рамках зерновой сделки сельхозпродукции, только 5,5% было отправлено бедным странам. Также российский МИД отметил, что ООН расплывчато формулирует проблему возобновления экспорта аммиака по аммиакопроводу Тольятти-Одесса. В отчете ООН указано, что стороны ведут дискуссию по этому вопросу, ведомство же упрекнуло ООН в бездействии и уточнило, что свою позицию Россия уже обозначила и в переговорах на данный момент не участвует.